ну что же салют всем давно не было нашей любимой замечательной игры скобочках не очень но играть особо не в чего для разнообразия пару боев можно катнуть так что в общем немного поиграем вот у чела ник хорошие без камуфляжа без нифига оправдывает свой ник они все сюда прут ну разворачиваемся принимаем эти конечно с враж пойдут понятное дело но это вообще поехал ну что ты хочешь ты ник его видел вкатывать туда нет смысла потому что тебя просто по фокусу разберут и ну шанс выжить почти ноль будет а вот так вот с кормовой проекции принимать можно еще вот так сделать ну почти хотя не надо было я подумал что они все сюда толпой пойдут они не пошли он минус смоленск отлично тогда над можно было скатить конечно ладно мы уже действую так как не что вот Ладно, поехали вперед в атаку уже. Я-то, на самом деле, подумал, что они просто все, ну, вкатят сюда. Просто уже такое было. Но они, видите, как-то неслаженно сыграли. Куда он пойдет? Вот он будет вкатывать на точку или... Или... Или что он будет делать? Он что-то непонятное пока делает. Или он попытается в обход пойти? Да, все правильно. Он сейчас на меня выйдет. Ну, отлично. Это он сейчас на меня выйдет, и он развалится. Если он на меня выйдет. Ну вот, свет только нужен. Ну... Пять минут до конца боя. Неплохо, неплохо. Ну, я не успею его разваливать. Его ПМК очень больно разваливает, потому что там брони нету. Там ПМК оторвает. О, я ему тоже оторвал. Ну, сейчас очки уже накапают, я не успею, к сожалению. У меня еще и торпеды есть. Ну, тут для него вообще без шансов. Сколько ему ПМК? 80 тысяч. ПМК уже 27 тысяч оторвало. Для сравнения, вот по Курфюрсту сколько я стрелял. Ну, у него там палуба, по-моему, 50 миллиметров. И поэтому, ну, много попаданий ПМК считались как непробития. А кони он вообще ватный. У него там брони нету. Все попадания идут с пробитиями, и ПМК сразу. Вот разница. То есть, всего лишь на 10 попаданий больше, а разница в уроне какая колоссальная. Там можно даже с ГК не стрелять, ты просто с ПМК можешь разобрать этот Conqueror. Линкор прям вот держит, кстати, популярность. Ну, потому что, вот, убрали подлодки из режима. И убрали авики. И все. И линкоры, конечно, сразу. То есть, сюда можно заходить только на ЛК, на КР и на ЕСМА. И все. И большинство игроков выбирает ЛК. Ну, а правильно, что, сейчас на немецких линкорах, да и на... Ну, на обычных я не уверен. Хотя тут дистанция ближняя. Если, допустим, на дальней дистанции крейсер может встать в кайт, и ты его на линкоре... Ну, тяжело его достаточно убить, когда он кайтит, маневрирует. Там могут идти сквозняки, непробитие. А на ближней дистанции ты попробуй увернись от залпа ЛК. И плюс большинству крейсеров даже в нос ты будешь просто... Ну, короче, на ближней дистанции очень мало шансов крейсеру победить линкор. Только если старпед. Ну, блин, разобрать линкор. Ну, сами понимаете, на ближней дистанции такой... Не в упор, я имею ввиду, а вот на дистанции боя 10 километров, 7-10... От залпов линкоров ты не поворачиваешься, и на крейсерах шансов мало. Поэтому крейсера тут... Ну, хотя вот берут крейсера. Эсминцы? Ну, эсминцы тоже тут. Ближний бой. У многих есть ГАП. ИРЛСки есть, но не у всех, но есть. У ГАП почти у всех есть. ГАП вообще сейчас такой расходник, который... Ну, есть практически у всех кораблей. То есть вот у нас... Ну, я не знаю, правда, Петропавловск, Заградка или нет, и Ёшина. А так, получается, вот из всех кораблей, сейчас присутствующих в катке, ГАПа нет только у Монтаны. Все остальные имеют ГАП, ну, либо могут его поставить вместо Заградки. Поэтому на эсминце тут тоже такое себе играть. Это режим, я не знаю... Ну, чисто для ЛК. Обнаружены силы противника. Уже... Уже надо разворачиваться. Давай я через левый, наверное, бортер. Блин, ну, поздно. Надо было раньше разворачиваться. Поздно, поздно, но разворачиваться надо. А кто дымы воткнул? А, я понял, кто дымы воткнул. Да, вот этот товарищ. А зачем ты вышел из дыма? Нет, на фугасах, хоккей. Товарищ, ты зачем из дыма-то вышел? Ну, я поздновато развернулся, но благо мне в борт никто не успел накинуть. Сейчас надо не врезаться, вывернуть просто. И выйти на крейсера и... Всё, и разорвать их. Ёшин сыграл в ящик. Красавчик. А, тут ещё шлейф. Мне надо отходить. Ну, я лучше по крейсеру скинусь, потому что по нему лучше в домах пройдёт. Пожарная тревога. О, Джинан добили, отлично. Надо гинду на самом деле добить. Но я её не простреливаю. Подожди, он что, притормозил? Стоп, а то сейчас дистанция разорвётся. Ха-ха-ха-ха. Чел недоволен. Ну, я его прострелить не могу. Ладно. Ну, тут всё понятно. Просто отлично. Ха-ха-ха-ха. Пять минут до конца боя. Пожарная тревога. Вражеский ленкор уничтожен. Торпедный аппарат уничтожен. Торпедный аппарат уничтожен. Неполадки устранены. Ну, я так скажу, шансы есть, но маленькие. Гинду не добили. Вот с Монтаной можно было бы пободаться. Ладно, пойду я уже вперёд в атаку. Пофиг. Монтан там фуловая вроде, да? Давай габдам. А чё смысл? А, вот он. Не зря габдал. Он мне сейчас торпед заберёт. Или не заберёт. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Не, не забрал. Крейсер противника уничтожен. Неполадки устранены. Я сейчас воткнусь. Или не воткнусь. Не, не воткнусь. Мы по очкам выиграем, кстати. Надо уйти засейвиться просто. 2.30 продержаться и всё. Просто выжить, по сути. Так, прикрываемся острым. К нам пойдёт. Вот. У меня хилок нету. У него слишком много хп, я не разберусь. Столько просто. И всё, и валим на скорости просто. Ну чё, попахивает победкой, кстати. По очкам выиграем. 2 минуты мне выжить и всё. Ну он спалил где я, но он и так это ничего не решает. Он и так по сути знает где я. Я сейчас ухожу вот за этот остров. То есть сейчас заворачиваю чуть правее и всё. Главное чтоб никакая сейчас, если он у меня засветит, никакая там цитадель. Вот такой вот всякая херня не залетел. То есть ни цитадель, ни шмипидель. Габ я поздновато дал. Надо было его чуть раньше дать. Хотя с другой стороны дай я его чуть раньше. Гинденбург мог бы отказаться от своего решения выйти на меня. Потому что это нередко так бывает, когда ты даёшь габ, а чел стоит за островом. То он не хочет выходить, когда его габом светит. А, тут тупик. Или вот здесь можно пройти по краю. Неважно, я отсветился и... 15 секунд и по очкам вин. Отличный бой. Дрифт. Блин, интересно, я в дрифте сейчас кормой задел бы остров. Скорее всего, да. Слушайте, ну бой вышел интересный. Мне понравился. С интригой, с интригой. 93000 ПМК напуляло. 這是 рецепта. 9106 honest. Попал. Заходил теорий. Рецепт на 생각, с интригой. Как тыrum и планировать Pokémon смырался? Успехи с тихимой? Яkrешно. Успехи с тихимой? Продолжение следует... 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 давай свете елки-палки так один здесь второй тоже по миникарте там был трое здесь 4 чисто теоретически мог пойти в обход начал решил позиционно встать но в принципе правильно чуя мурашить что ли он идет я не пойду вперед я лучше развернусь из дам кормой чем я пойду вперед пойму что мне надо разворачиваться потом не смогу этого сделать а вот и обход он будет сюда заворачивать или он дальше пройдет для меня сейчас света не будет надо его гасить на самом деле блины аборт час вывернуть и света нет габ в руби или он уже тратил габ не но это провал я еще бортом тут вывернул ну понятно хотя может с торпед он заберет его пожарная тревога он выжил на своем джинанье вообще мем успеет к дышится успеть ты я успею а толку если гк говно в целом и и может нормально попасть может добьет сейчас пм кашка надо белый крис любой проигран не вижу вижу вы последний фраг в команде кто там остался шлифе на сан мартин ну это гг короче там в шлифе не проблем нем позиция лучше он может за остров уйти пустить не торпеды и за остров вот он уже выпустил торпеды но это один веер ток а вот второй так ну ладно минус 2 веер он сейчас буду пройдет да просто вперед и все авара позиция лучше уничтожен торпедный аппарат уничтожен сейчас развернется другим ворканом неполадки устроены ладно да все уже пускай добьет может был дальше поехать но не был смысла но ты смен с толку не было хотя его закон трил чел который в обход сыграл вот кто знает пойдет он в обход или нет так конечно значит он пойдет в обход ты я бы пошел его там встречать встретил бы и все и он бы ну отлетел есть тут не угадаешь а если там никто не пойдет туда то ты просто тратишь время потому что пока ты идешь вот поэтому маршрут хотим быстро достаточно проскочил ну не знаю плюс минус тут тут и плюсы и минусы есть в этой тактике опять же вот если бы я например вышел ему туда на перехват вот на эту сторону то его тактика просто не сработал бы она обменял поролся бы то есть либо он ну пошел бы дальше и сдох бы либо он развернулся бы и там может выжил бы не выжил бы но в любом случае в таком случае у него тактика провалилась бы красота да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Три сторма и один абордаж. Ну, будет чеки... Чеки-треки и в дамке. Отличный бой! Что приказов? Прием! О! Это шлифен из прошлой. Торпеды он зря кидал, когда он габ видел. Его чисто спасла позиция. То, что там остров мешал. Так бы я на него вышел. Ну, хотя он мог и отвернуть. Я бы тоже, скорее всего, торпедами не попал. Потому что у него габ. Торпеды тут медленные. Они дальнобойные, но они медленные. Вот в чем проблема. И если у тебя есть габ, то даже, казалось бы, с ближних дистанций попасть достаточно тяжело. Пятья, куда я вот вечно иду? Прямо вперед? Ну ладно. Надо сейчас поймать момент для разворота. Я габ сразу врублю? Так, где этот мелкий крыс? Придется разворачиваться. Да, мы сейчас можем захватить в борт. Все дела. Торпедный аппарат уничтожен. Прекрасно. Ну, что-то они мне в борт не дали. Хотя была такая возможность. А, торпеды еще не заряжены. Вот это меня тоже убивает в этой игре. Типа, ты выходишь в бой. Корабль в бой должен выходить в полной боеготовности. Какого хрена ты выходишь в бой, у тебя торпеды не заряжены еще? То есть вот сейчас идет бой, они заряжаются там 2,5 минуты. Отличный бой. Просто отлично. И они еще не заряжены. Но курс здесь умер, это понятно. Команда противника получила преимущество. Что-то залагало. Да, да, да. А он сейчас не пойдет вперед. Вот он сейчас завернет налево. Ну да, он сейвится будет. Все правильно. Так, дай-ка я по эсминцу поставлю приоритет. Ну да, он ушел. Да, нет, здесь поиграем. Генда, если сейчас выйдет. Он задом, что ли, едет или что? А, нет, это передом он идет. Ну и куда ты вышел? Это ты на смерть вышел, друг. Норпеда за карбой. Норпеда за карбой. Сейчас ПМК его разберет. Норпеда за карбой. Ну, правда, у них точки. Да не, мы проиграли, скорее всего. Ну, Генда уже не уйдет никуда. Ну, скорее всего. Ну, давай, ПМК добивай. Что-то. Пожарная тревога. Крейсер противника уничтожен. Корпедный аппарат уничтожен. Зря я так ворту вывернул. А, он на фуасах. Окей. Да не, проиграли. Ну, урона я впитал тут дофига. И нанес тоже нормально. Ну, не прямо архи много, но нормально. Все, этот чел помирает. Давай я тебя добью, чтобы ты не мучился. Как тебя добить? Отличный бой. Денаю. Домойно. А, все, сейчас, да, минусочки. Ну, тут чисто, я не знаю, даже какой тут вывод сделал. Тут крейсер один отлетел. Тут крейсера, конечно, видишь, они не держат удар, не выдерживают урон. Тут чисто по урону, мое мнение. Просто перебили и все. Я вот не видел, правда, как шлифен отлетел. Наш. Сколько в Гиндуз ПМК влетело? Ну, не так уж и много. Хотя 20 тысяч неплохо. Но, блин, он достаточно долгом был под обстрелом. Ладно, сейчас еще пару боев и хорош. Продолжение следует. Ух ты, два шлифа. Ну, вот шлифен тут самый оптимальный корабль вообще. Курф, курф еще неплох, но у него торпед нет. Но у курфа зато, блин, запас прочности большой. И стволов 12, а не 8. Не знаю. То есть курф, шлиф, вот оптимальные корабли для этого режима. На крейсерах, на самом деле, не знаю, как тут жить. Тут только как-то, ну, за счет островов как-то за ними ныкаться. А так у тебя просто, ну, столько урона летит. Не знаю. Тут нет пространства, чтобы ты мог, допустим, как в обычной катке, ты, допустим, берешь какой-то зал, Гинденбург, и начинаешь бегать там в 17 километрах, в 17, в 20, ну, 15, 20, сам там смотришь по ситуации, регулируешь, бегаешь, настреливаешь, и за счет дистанции уворачиваешься от залпов. Тут нет такого пространства. А позиционные крейсера? Ну, да, тут позиционный крейсер как-то можно реализовать, но... Не, если вот кто, опять же, кто... Я прям не суперспец-игрок в плане... Ну, не суперзнаток позиционки на крейсерах. То есть я не знаю все вот эти нычки, но если кто шарит, они... Я там слышал, ну, фиолетовые игроки там хорошо сейвятся на позиционных крейсерах. Они прям такие позиции занимают, что хрен выкуришь. Ну и чего ты в дымы встал? А, там эсм, я понял. Короче, надо... Блин, а я не успею развернуться, он мне сейчас засветит. Но разворачиваться надо, вариантов нет. Идти вперед это смерть. Обнаруженный сменец противника. Обнаруженный сменец противника. Естественно, приоритет по эсму, чтоб он себя комфортно не чувствовал. А, ему так неплохо, блин. Ну, добить некуда. Ну, вот этого можно слить, кстати. Внимание, передаю координаты цели. Вот видите, курсурс какой-то дубовый. Он вроде выберся вперед, а ему пой... У него хп много, цитадель там не выбить. То есть он удар-то держит более-менее. Так, ну, теперь можно развернуться и пойти в атаку. Потому что сейчас у нас уже преимущество. Единственная проблема это эсминец, да. Вот там шинка накидывает. Ну и то, как-то он криво закинул. Курфюрс танкует, да, и дороги, конечно. Но то, что он прям вперед поперся, не очень. Цитадель? Где ему там цитадель нашел? Ну, этого товарища надо добивать. Ладно, добили. Теперь надо выкуривать шинкует. Торпеды прямо по курсу. Габ пока не... Вот сейчас габ... Не, рано. Он откатешился? Он штоку пускал торпеды. Ладно, дам габ. Возможно, у него там какая-то... Куда он идет? Вперед разгоняется. Ну вот. Вот типичная ситуация, когда ты стреляешь в крейсер в кайте с линкора. Крейсер в кайте практически не убиваем. Ну, только лаки-шот какой-то тебе может помочь. А так... Где он и есть, кстати? Ну, с габом я сейчас должен, если что, подсветить торпеды. Я просто не понимаю, в какую сторону мне выворачивать. А, понимаю теперь. Он мог сюда теоретически уйти, но нет, он просто назад отошел в кайт. Ну, все, надо держать точку, надо взять вторую точку и... А, ты еще поставил. Блин. Он был фугас зарядить, на самом деле. Встал в дымы, да? А габ-то сейчас кончится. Не, нельзя туда идти. Че, я приду? Если б с габом, я бы мог зарядить вот так фугасы. С габом прийти к нему в дым. И убить с высокой вероятностью. Вот только торпед ему пущу туда. Мало того. Наша команда близка к победе. С габом можно было бы в дымы прийти. С фугасами. Ну, чисто теоретически я мог. С фугасами его убить раньше, чем он торпедой меня пустит. А теперь у меня фугасы заряжены. Ладно, давай ББшки. Хотя тут без разницы. Тут фугасы даже, наверное, лучше зайдут. Вот-вот, с фугасов я больше урона дождал, чем с этого. РЛС-ка. А ты неплох. Ну-ка. О, давай, давай, давай. Да, надо вот этого чувачка. Где он? Торпеды пошли. Отлично. Отворачиваем. Хорош. Прям вот РЛС-ка, габ вообще в тайминг. Дичайше. Отлично сыграно, командир. Отлично сыграно, командир. Вообще все в тайминг дал. Тут торпед даже не понадобится, его раньше разберет. Я сейчас... Нет, в остров не въеду. Отличный бой. Вот оно, храмотные действия. В принципе, челики грамотно отыграли. Это РЛС-ка с габом вообще такой тайминг нужный. Р Milky... Отлично. 正しい. Пот ple ante. И все в Protected ether. Мessise. Отлично. И, ваше вашеOOM. Вдох... Тетя по-догому. Тетя по-другому. Нет. Тетя по-другому. Продолжение следует... Что-то какой-то поиск здесь долгий. Такое чувство, я не знаю, как будто я зашел в ранкет на авике, как вот раньше, в старые добрые времена, ты заходишь в ран, я особенно в высшей лиге, и по пять минут ждешь, пока найдет тебе второго авиковода. Здесь, конечно, мета, она очень узкоспециализированная. Вот была бы карта большая, и не было бы такого быстрого начисления очков, то здесь бы имели место... Ну, здесь бы, конечно, был больше простора и для эсминцев, и для крейсеров. А так здесь прям очень контактная карта, и, соответственно, роляют именно только контактные корабли. Мой начинается. Жду приказов, прием. Во всех катках я вот ни одной карты не развернулся заранее. На самом деле, если бы там были игроки прям очень хорошие, то за разворот портом мне бы ББшик напихали бы. Я вот не знаю, почему. Может, сейчас попробовать как-то развернуться заранее. Тут как развернешься заранее, тебе надо сначала на позицию подойти, ты подходишь на позицию, а там уже начинается практически засвет. Если... Мне же не нужно вот здесь вот развернуться. Ну и что? Здесь я развернусь, если встану. Какой от меня толк? Ну и в то же время, вот, уже контакт начинается. Я не знаю, как мне вот развернуться заранее, встать в позицию. Давайте, блин, так буду пытаться. То есть я вот сейчас разворачиваюсь, а дальше... Типа кормой иду к позиции. Хотя, может, это не совсем правильно. Ну что, РЛС-ку-то на Б-шку не дал? Он просто точку взял, ты РЛС-ку даже не дал, алло, чел. Ну да, вовремя. Теперь, когда точку-то взяли уже. Ну, надо соображать-то, ёкало МНН. Вот поэтому лучше. Там брони меньше. ПМК будет лучше работать. Так, ну ладно, я в позиции. Хотя я бортом, блин. Ладно, повезло. Он сейчас уйдет. Ладно, давай я этого выкуривать. Надо на точку закатываться. Хотя кормой я это буду делать медленно. Все, кто рядом, захватываем точку. Да, точку надо было брать. Может, конечно, был просто теоретически, теоретически просто вкатить прямо на точку. Просто раш. Но, блин, раш и тебя просто зафокусит одного, мне кажется. Отличный бой. Кормой, конечно, медленно я закатываюсь. Но, блин. А, там чел в это встал. Я понял. Здорово, друг. Три шторма и один обордаш. Хорошо сработали. Пожарная тревога. Чуть-чуть я его не добил. Надо еще на торпеды вот этого чувака не попасть. И вот этого бы добить в идеале. Ну, тут сложно. Я сейчас умру. Отставить огонь по союзникам. Я не знаю, есть у него торпеды или нет. Я не слежу за игрой в последнее время. Отставить огонь по борту. Ну, проиграли. Габ кончился. Габ кончился, но мы его видим. Все, кто рядом, захватываем точку. Хорошая работа. Да, забей чел. Мы уже проиграли. РЛСК-то есть. Это чел вообще там. Вот надо было одному пойти вот сюда и выкуривать вот эту позицию. Вот сюда ты должен был пойти. Понимаешь? Чел. Чел. Ты бы выкуривал эту позицию. А так, хрен там мимо. Ну, кстати, если бы побо подольше бой длился бы, то мы бы его добили бы. Че прокатался там, балбес? Долг никакого. Ладно, сейчас еще один тадобой сыграем. У него есть торпеда или нет? Вот я не знаю. Вот это вот, конечно, тоже. Тот факт, что я не знаю, есть у него торпеда или нет. Оно тоже здесь частично зарешало. Так-то можно, если, допустим, у него торпед нет. Хотя у меня тоже торпеды были. Короче, надо было в него вкатывать, размениваться просто тупо и все. А я что-то захотел. Ну, короче, на сейвов привык играть. Ну-ка, где тут это? Вики кораблей. Да, есть у него торпедный аппарат. Но это логично, это же британец. Я так и в глубине души, грубо говоря, так и предположил. Потому что это британский крейсер, а у британцев есть торпеды почти всегда. Два четырехтрубных торпедных аппарата у него. Бой начинается! Жду приказов, прием. Стоп! Я только сейчас обратил внимание. Там ни одного линкора. Не, ну теоретически, если никто особо тупить не будет, то это победа. Потому что, ну, ёпперс, это там ни одного лкора. Хотя там триерлэски, нашему эсминцу здесь делать нечего. Где там это? Я забыл, какая кнопка на прикрытие. F3, по-моему. Союзники, прикрывайте указанный объект. Триерлэски, да? Может, в обход сыграть? Они сейчас по-любому там позиционку будут занимать. Ну да, вот один уже встал. Сдает кормой. Ага, вон один туда пошел. Все, я точно иду на левый сланг, чтобы контрить. Контрить. О, кто здесь? Союзники, захватываем точку. Блин, не захватываем точку. Захватить указанную точку. Да не захватить точку, я на эсминец нажимал. Алло. Игра. Ну, Наполе минус сейчас будет. Дал на всякий случай габ, потому что... Ну, он мог исчезнуть из-за света. Торпеды по правому борту. Торпеды за кормой. Вот зря я бортом, конечно, вышел. Да ладно. Да нет, ты не жилец, чел. Пожарная тревога. Какие 16 тысячи? Что за с уроном? До свидания. Крейсер врага потоплен. Неполадки устроены. Габ дал там, потому что... Да, он мог. Блин, я не выверну здесь. Обходить это долго. Твою мать. Ну, придется. Габ дал, потому что... Там каждая секунда исчезновения... Из-за света она решает. Там пока... Если он исчезнет, ты нажмешь габ, он засветится. БМК там начнет стрелять не сразу. Там есть задержка секунд 3-4. Поэтому... Так было надежнее сыграть. Но все, тут изи вин, кстати. Хорошая работа. Ну, такое себе. Не знаю. Бои как-то не очень интересные. Вот один бой был интересный. И еще один какой-то. Один такой с интригой долгий. И еще один там плюс-минус интересный был. Остальные не очень. Тыща. Какая линкор в какое-то дерьмо стал просто. Не, иногда оно выбивает цитадели. Но... Даже не иногда, а изредка. Вот. Вот так будет правильнее сказать. Но это случается раз в 10 лет. Нормально, нормально. Ну, Клибер у них, конечно, взял, упоролся. Видимо, он понял, что тут делать нечего. В ранкет еще можно погонять. Но тут, блин, шестые, седьмые уровни. Такое себе. Хотя же Шарльхорст есть. Неплохо. Ладно. Но это уже до следующего раза. Все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok